Собака мордой вниз, прыжок между ладонями, вдох, глубокий наклон, выдох, через сторону рки, выдох, прогиб назад, выдох. Приветствовать солнце, причем 108 раз, последователи йоги начали с 4.30 утра. Одно из первых к оздоровительному упражнению с Сурьяном Аскар приступила и гостья из Челябинска. Вот уже три года как Наталья поправляет свое физическое и душевное здоровье с помощью различных направлений йоги. Я очень рада, что оказалась сегодня здесь, именно в праздник летнего солнцестояния. Это дает энергию, это дает силы, расслабляет. Это делает паузу в нашей безумной, бешеной жизни. Хочется летать легко. Бесплатные мастер-классы, медитации, лекции, семинары, а также спортивно-массовые мероприятия в честь Международного дня йоги сегодня проходили нон-стоп. Для сочинцев это очередной повод заняться здоровым образом жизни. Официально последователями йоги являются полторы тысячи горожан. Город, он круглогодичный курорт. И в нашем городе можно заниматься любыми спортивными активностями в любое время года. Во всех парках, скверах могут они заниматься в летнюю программу. Будут работать инструктора на пляжах. И сегодняшний праздник это та площадка, где можно познакомиться с направлениями именно йоги. И выбрать для себя тот приемлемый вид, которым можно заниматься. Сочинские инструкторы составили программу таким образом, чтобы почувствовать себя здоровыми, сильными и энергичными смогли все желающие, вне зависимости от пола, возраста, физических возможностей. Стратегической целью этого мероприятия является восстановление славы Сочи как всемирной здравницы. Потому что здесь мы можем оздоравливаться в любых количествах. Действительно 12 месяцев в году здесь у нас представлены множество направлений традиционных, современных, не только индийских. Эта практика, она не является достоянием какой-либо одной страны и нет дыхания индийского или русского. Здесь, к примеру, есть ребята, представляющие корректный подход к позвоночнику, есть представляющие йогу 23. Это уже современные течения. 21 июня Международным днем йоги Ассамблея ООН провозгласила в 2014 году. В 2016 вместе с россиянами эту дату отмечают еще 169 стран. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.